Сегодняшнее обратное совещание, которое вел глава района Джамблашапи Юсалав, началось с информации Казбека Алхамата, заместителя управляющего делами. Истекшая неделя была насыщенной. Об этом свидетельствует совещание разного уровня, говорит он. 28 мая в Министерстве промышленности и энергетики Республики Дагестан состоялось совещание по вопросу увеличения поступления налогов и упорядочения платежей за поставленный газ тепличными комплексами, кирпичными заводами и предприятиями ЖКХ. Под руководством Министра промышленности и энергетики Республики Дагестан. В работе совещания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Муниципального района Рула Гасанович. 29 мая на базе ИДДС Хасбектовского района состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи с комиссией правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам о состоянии подготовки детских оздоровительных лагерей для летнего отдыха детей, подготовка и проведение купального сезона 2018 года, подготовка о жароопасном периоде 2018 год и о состоянии и принимаемых мерах по борьбе с оранжевыми родителями на территории Республики. В работе совещания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Бакиви Мбашар Кучукович. 29 мая в конференц-зале Национальной библиотеки Республики Дагестан имени Расула Гамзатова прошел круглый стол с участием в рио главы Республики Дагестан Васильева Владимира Абдулариевича, посвященный Дню Российского предпринимательства. В работе круглого стола принял участие заместитель главы администрации муниципального района Монтезалиевна Рула Гасанович. 1 июня 2018 года в Доме Грузии Республики Дагестан состоялось расширенное выездное совещание комиссии по региональной политике ПАО «Газпром» с участием в рио главы Республики Дагестан Васильева Владимира Абдулариевича. В работе выездного совещания принял участие глава муниципального района Салау Джамбулат Шапиевич. Сегодня в 10 часов состоится торжественное собрание, посвященное Дню России. Также сегодня состоится очередное совещание актива муниципального района по вопросам о работе Управления социальной защиты населения в муниципальном образовании Церковский район за 2017 год и задачах на 2018 год. И второй вопрос о ходе ликвидации задолженностей по налогам, выполнение плана по сбору местных налогов, актуализации земельных участков и объектов капитального строительства, введение по хозяйственному учету в электронном виде по программе ПАРУС и создание электронной базы данных ФИАС в поселениях муниципальных образований. Джамбулат Шапиевич коротко остановился на социально-экономическом состоянии республики и района. Ну тоже, можно сказать, насыщенная была неделя, но основные мероприятия команды озвучил. Ну, хочу сказать, вот, в частности, пьяница, которая прошла под голосом главы республики совещания, которое действительно очень важно, вчера мы в районе провели тоже такого рода характерное совещание, это то, что касается вопросов, в общем, тепла энергетического комплекса республики, а мы, в частности, конечно, в районе. Поэтому, хочу вот несколько слов сказать по этому поводу, вчера мы провели, мы его провели, но это касается вопроса, конечно, энергетической службы и газового хозяйства наших. Казовиками мы вчера провели большое мероприятие, многие из вас присутствовали на этом совещании. Почему именно отдельно мы с газовиками? Потому что там действительно много проблем, действительно очень много проблем. Район по сбору по областной дисциплине, конечно, в одном и худшем положении. Почему? Потому что, конечно, это, было бы, акционеры и компании, и никакого нет государственного контроля. Однозначно поэтому люди там, конечно, можно сказать, злорадствуют. Это все обычно бывает. Я их тоже вчера назвал. Это все зависит от вас. От некачественных их не работают. Почему мы его отдельно провели от нашей энергетики? Потому что в энергетике столько проблем нету, как с газовиками. У них, конечно, намного дисциплина поставлена, сборы неплохие у них. Но наша с вами задача довести это все, конечно, до 100%. Почему? Потому что нами подписано соглашение с главой республики, что главы муниципалитетов, городов, районов, они отвечают, будут дальше за эту работу. И все службы к нам привязаны, которые необходимы все ведомства. Мы, конечно, будем проводить общий надзор, общий контроль за нами, надзор за нами. И мы отвечаем перед главой республики. А все наши подразделения будут отвечать, конечно, будут соглашения подписаться со мной. А начиная с контролера, они будут подписываться со своим непосредственным работодателем. Поэтому мы эту работу вчера уже начали, наверное, разгром. Мы не стали его тянуть. Сразу с понедельника мы его первым же мероприятием провели. И, я думаю, очень правильно, ярко отчетки его. И именно те вопросы, которые необходимы были. Хотя мы это изнутри все знаем. Проблема в чем? Ну, что мы говорим, на год платит. Мы это прекрасно знаем. Вы все прекрасно знаем, на каких процентах. Это же, конечно, будем еще доводить. И чтобы не было, конечно, расхотительства именно со стороны этих же сотрудников. Там другого нет. И, конечно, нужно поставить не то, что требуют какую-то там энную работу. Они это исполнили, и это хватает. Нет, конечно. Будем проводить там до 100%. А в этом не вижу никакой проблемы. Если все это зависит от нас, если мы все с вами самые, можно сказать, государственные люди здесь, чиновники. Если мы все это платим, я всегда говорю, наш актив района, плюс правоохранительный блок, плюс государственный корпус. Если они все будут платить, вся тянулищая база. А что еще остается? Обычно наши граждане, наши жители, они так платят. Им достаточно хватает вашего одного поведения, вашего одной работы с ними идеологической, или пример, который вы показываете. И так они на вас надеются. Поэтому усилий с вами есть. У нас многое, что зависит. И видя эту ситуацию, то, что у наших коллегов газовиков и энергетиков ставили показатели. И руководство «Газпрома», делегации там 30 человек со всеми службами, они были у нас в республике, провели мероприятие в Махачкале. И то же самое мы провели, конечно, в один из тех первых районов, которые мы это общество ставили в пределье. И дальше уже будем, конечно, это все контролировать. Вчера, начиная с контролирования, было все это сказано. И они вчера до конца рабочего дня в своих службах подписали все эти соглашения со своим непосредственным руководителем. И будем, конечно, мы мониторить динамику роста. И будем доставлять всех людей работать. Выходит работа, пускай был добрый, пускай работают. Мы с вами почему работаем, держимся за все наши показатели, за наши цифры, переживаем за все. Вот это у нас необходимо навести, конечно, и в основном тоже. Да, любой из нас может сказать, о какой мы отношения имеем. Наше дело просто контролировать это все, собирать информацию, отчитывать их здесь, слушать и все на это. Хочу, чтобы все это еще раз промониторили, те, кто вчера с нами не присутствовал. Ну, сегодня на второе завершение на актив района мы пригласили и энергетику тоже в нашем районе. И в том составе, то, что вчера мы газовиков приглашали, начиная с контролирования базы, всех приглашали. А сегодня просто мы руководителей всех пригласили. И на втором завершении, при главах наших сельских поселений, конечно, будем это обсуждать, будем говорить. Почему таком малом количестве мы их, потому что, еще раз говорю, там будет работа поставлена. Просто нужно, конечно, эту работу довести до логического конца. И что в этом направлении вообще у нас вопросов не возникало. То, что касается энергетиков, по-моему, наш район, насколько я знаю, находится в неплохом таком позиции в республике. Продолжается сдача ЕГЭ в определенных участках, говорит Абдуллаев. Начальник районного управления образования нарушений нет, и наблюдатели, и полномоченные довольны. Государственные итоги ассоциации в районе в георкштатном режиме. Уже в паре по государственной итоги ассоциации в административных классных издали математика базовая издали, математика профиль издали, химия, история издали на пунктах и на двух пунктах. По ОГЭ основном достаточно экзамен двухплассников, сегодня экзамен 7 пунктов. И в зале 29 числа русский язык, принципиемая биология, во второго физика, сегодня идет математика. И завтра у нас есть основной государственный экзамен на 11 классников. Экзамены идут, еще раз говорю, штатные режимы, нарушений нет. И никаких вопросов связанных. Наблюдатели как себя чувствуют? Наблюдатели, очень, по всем 8 человек на каждом пункте, есть федеральные наблюдатели, очень много их уделяют внимание. Мы, каждый экзамен, после экзамена анализируемую работу, у меня составило совещание с директорами школы, составило совещание с руководственным пунктом и так далее. Даже дети уже настолько поняли, что ни штаталку до сих пор, ни телефона за линии, за двозволенные линии никто не пронес. Нету такого случая. Даже сами, которые приезжают, они удивляются настолько, у вас нет заинтересованности чьи-либо кому-то помочь. Я понимаю, в чем дело. Это все за благовременная работа. Больше ничего. Это, да, предварительная наша работа с учениками, педагогический коллектив отработал. Конечно, важно, еще раз говорю, родительский комитет. Это очень важно. Поэтому директор не работает. Ну, конечно, это во главе с вами, со всеми нами, можно сказать. Да, мы работаем с совместным пунктом, но это важно. Состоялось в районном управлении образования совещание с работниками МЧС и АТК, где говорили о соблюдении безопасности школа. И, чем в очередении, состоялось у нас совещание с руководителем обзорных учреждений. Мы туда приглашали работников МЧС и АТК Хосоветовского района. Работа была на цели на итогах нашего совещания, которые у вас в кабинете провели, с участием тоже работников МЧС. Мы пришли к соглашению такому, что работники МЧС, они сами уезжают по всем образовательным учреждениям, анализуют состояние сигнализации, сами оценивают. И потом, после этого... Да, нужно договорить, что они, когда наш коллега здесь сидит, они нам дадут. Мы, основное, то, что мы обещали, мы его обязательно за этот летний период, мы его исполним, чтобы к 20 августа, чтобы это все завершилось. То, что мы обсуждали по программе 100 школ, мы же там единственное у нас, и вот это, о чем мы вчера переговорили, мы там, население Батайот, мы там нашли просто инвестора, там основные признаки, вы же знаете, 30%, 2 миллиона дает республика, 30% это минимально, это 600 тысяч, мы должны найти частного инвестора. Вот, конечно, население Батайот, ООН, они вышли к нам этим предложениям, они сказали, минимально 30% мы оплачиваем, если надо больше. И, конечно, 5% это софинансирование от района, проекта бюджета нашего. Конечно, мы, чтобы выиграть этот конкурс, мы от 5, сразу я поднял на 25%, мы будем оплачивать, потому что там будет, конечно, много городов и районов, которые будут там 5 и 10, да, но чтобы выиграть этот конкурс, мы пошли на 25%. Вчера еще у нас, вот сейчас, очень предварительно, вот у нас, ну, ладно, сами занимаются пока крыльку, они же мне сегодня-завтра скажут свой ответ. Там это не обязательно, вот еще раз говорю, мы эту программу используем там, где есть типичные школы, а где ветхая школа, которую мы под снос, мы его не можем там как-то его по этой программе пускать, иначе мы не останемся всегда без школы в этом поселении. А вот те каменные, типичные, которые по типичным проектам построены школы, где можно котельную отремонтировать, где пожарную безопасность, где там кровля, инженерная инфраструктура, вот важный момент, особенно вот это. Если вот это поможет, это, конечно, будет очень хорошо. Вот сейчас они, я говорю еще раз повторяю, вот у меня, не просто нам одного найти там вецената, который дает 30%, там могут 10 человек, могут 50 человек, многие поселения у нас есть, где вот хороший джамат есть, они собираются. Вот как в Новом Костейке, как вот на Логатеве, вот другие всего, да, вот они всегда собираются, у них бывает касса, как говорится, сельского условия, касса своего села. Там достаточно, скажем, вот по 10 тысяч, вот по 50 тысяч, вот 10 человек скинут, по-моему, говоря, но можем мы это использовать, а то на ровном месте 2 миллиона зает Республика. Копрек выразил желание, Аксаев выражил, когда я могу, вот, я не могу, вот, в втором совещании, два, у меня вот эти, оставлю, Аксаев выразил желание, и тот Рубикова. Пожалуйста, нет, доход 10. Хорошо. Мы сейчас как раз таки занимаемся, представляем анализ школ, по всем школам Хасвертусского района, 10 миллионов, учащихся, где в перспективе предусмотрено, или надо построить всех школ, несмотря на ничего не скрывать. Идет подготовка к уборке озимого ячменя. 20 июня планируется начать уборку озимой пшеницы, говорит, незаметен и резьбеев, начальник управления сельского хозяйства. К этому сроку должны поступить и комбайны. В полном круге обследование сельского хозяйства, на момент появления очагов Саранчи, Саранчи, пока у нас нет, это благодаря эффективной работе, которую мы проводили в прошлом году, и авиацией, и наземной техникой. До куда дошла, скажи? Нет, раз, когда я звонил, вчера тоже главный раз звонил. И в воскресенье, да, они были в Ачебееве тоже. У меня оттуда звонил несколько раз, именно там сколько? Рядом есть. 45 тысяч гектаров уже охватило. Понимаете? Это очень серьезно. А в Бабырском районе есть? Есть, есть. Тогда она может у нас быть? Что у вас готово? Возземная техника готова. Это в прошлом году, в которой мы использовали? А авиация? А авиация больше не сельхоза. Потому что мы показывали. Финансы же все готовы? Готовы. Значит, мы готовы. Три десятка сотрудников. Держите, это 5-6 человек, его на границе держите, чтобы они мониторили, и чтобы сразу, вот как только появятся наши поля, чтобы сразу в мире могли понимать. О том, как идет трудоустройство инвалидов, говорил Исмаил Даниилов, директор Центра по занятости населения. А Идрис Гагалов, начальник отдела культуры, национальной политики и туризма, говорил о мероприятиях, которые пройти с участием работников Центра традиционной культуры народа России. Шмагомед Дугужев, главный врач района, информировал о мероприятиях, которые прошли за истекшие неделю в районе. Также выступили Алимпаша Казаков, начальник управления экономики, Буша Алимагамайев, начальник финансового управления, Зухра Алисултанова, главный специалист отдела ЖКХ, Салим Джумаков, замначальника милиции общественной безопасности отдела МВД, говорил о криминогенной обстановке в районе. Завершая аппаратное совещание, Джамбла Шапиевич еще раз акцентировал внимание присутствующих на исполнительскую дисциплину и сбор налогов.